Дорога не нацмень до Орловка будет реабилитирована. В генштабе Ирана заявили о нанесении серьезного урона силам США. Армянская гуманитарная группа в Сирии разминировала территорию площадью 126 тысяч квадратных метров. Лаборатории Армат работают во всех школах Тавуша. Сегодня день Святого Саркиса. Из-за сильных снежных бурь на перевале Тондрак, который соединяет провинции Агры и Ван, в Западной Армении тяжелые грузовые транспортные средства остались на дороге. Дорога все еще закрыта, и водители грузовиков находятся на перевале более пяти часов. Температура в районе привала минус 20 градусов ниже нуля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Германию 13 февраля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Армен Пресс со ссылкой на официальный сайт правительства ФРГ. Встреча будет посвящена двусторонним отношениям, экономическим вопросам, внешней политике и политике безопасности. Также, говорится в сообщении правительства Германии, Ангела Меркель совершила исторический визит в Армению в августе 2018 года, став первым канцлером Германии, посетившим Армению. 7 февраля состоялся тендер на реабилитацию 7498-метровой дороги Нинацминда-Орловка. На 91-98 километрах участки автомагистрали международного значения Ахалцихи-Нинацминда, границы Республики Армения, тендер проведен Департаментом автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры. Первоначальная сумма составила 4 722 354 лари, а тендер выигран на сумму 4 627 900 лари. Согласно тендерной документации, будет реабилитирован участок дороги в 7498 метров от города Нинацминда до села Орловка. Компания, которая проведет дорожно-строительную работу, в течение 11 месяцев должна совершить работу. Асфальтированная дорога будет иметь двухлетнюю гарантию. США будут вынуждены признать тяжелые потери при ударах Ирана по базе Эйн-Аль-Асад в Ираке, где расквартированный американский военный, заявил представитель Генштаба Вооруженных сил Ирана Абольфазль Чакарчи. Премьер-министр Ирака был проинформирован за четверть часа до операции, поскольку мы не агрессоры, американцам информации не было, они сами были готовы, знали, что их ждет возмездие. Цитирует военного агентства ФАРС. В любом случае, мы нанесли им серьезный урон. Они будут вынуждены в последующие дни признать, не смогут держать в тайне свои тяжелые потери, добавил Шакарчи. В Пентагоне ранее сообщили о 64 военнослужащих США, получивших контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. Армянская гуманитарная группа осуществляет свою миссию в Сирии уже год, и с 8 февраля 2019 года по 8 февраля 2020 года саперы очистили территорию площадью 126 тысяч квадратных метров, из которых около 91 тысячи квадратных метров, то есть две территории минами и взрывоопасными боеприпасами номера 1 и номер 2, были проверены и переданы провинциальным властям Алепа. Как передает Армен Пресс, Центр гуманитарного разминирования и экспертизы сообщает, что согласно свидетельству о передаче указанной районы Аль-Хусейне, безопасны и пригодны для дальнейшего использования. Врачи гуманитарной группы в течение года оказали помощь 10 114 пациентам. Было проведено 1354 лабораторных исследований. Во всех школах Тавужской области внедрены инженерные лаборатории Армат. Как сообщает Армен Пресс, об этом на пресс-конференции заявил губернатор Тавуж Айк Чобанян. Это означает, что у каждого ребенка в деревне есть возможность учиться и получать самую передовую профессию в мире, и наши дети участвуют в этой программе с 2014 года, добавил Чобанян. Праздник святого Саркиса, покровителя любви, его сына Мартероса и 14 воинов, который отмечается 8 февраля этого года, очень популярен. По случаю праздника 8 февраля во всех церквях будет отмечаться благословение молодежи. В ряде мест столицы будут организованы праздничные мероприятия, выставки, конкурсы, а также процедура благословения воинов, которая пройдет в церкви святого Саркиса в Ереване. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сурб Саркис Агод Кирк. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!